Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня у нас небольшое занятие, посвященное возвращению к теме кубиков. Поскольку у нас довольно часто эта тема бывает актуальна, то возникла такая мысль, поскольку мы занимаемся более-менее разбором ошибок, особенно в моментах, когда поступает, скажем, народ, там как-то наш проект «Турственное училище онлайн», где как раз для первого класса базовым является задача кубика, и нам приходится много комментировать одни, приблизительно и те же ошибки, то возникла вдруг мысль, а почему бы, собственно говоря, не снять ролик, в котором можно было бы наиболее типичные какие-то косяки перечислить, и я думаю, что, может быть, для многих это было бы очень полезно в плане саморазвития именно на этапе освоения построения кубика. Ну и, в общем-то, удалось собрать достаточно большое количество работ. Спасибо всем, кто откликнулся на объявление, которое я повесил, что нужны именно ваши плохие кубики для того, чтобы они как раз служили примером. Но именно добровольно с данной, то есть не просто мы взяли любые чужие рисунки, давай в них выискивать недостатки прилюдно, а нужно понимать, что это всё как раз согласие самих рисующих и на благо общего, на общую пользу, потому что, я думаю, что каждый, кто что-то освоил, он, наверное, с удовольствием этапы своего обучения продемонстрирует тем, кто идёт сзади по его следам. Вот. Так вот, собственно говоря, да, поэтому смысл этих роликов это не просто, скажем, покритиковать, а как раз попытаться помочь тем, для кого это ещё может быть актуально. И надо сказать, что многие авторы этих рисунков, они уже в течение последних суток как раз-таки значительно улучшили свои кубики и практически довели их до несовершенства, но, по крайней мере, до очень хорошего состояния. Вот. Итак, вот те работы, которые были присланы, я условно попробовал разделить на те кубики на несколько составляющих. Да, это, как бы, ошибки трёх степеней, наверное, сложность, трёх степеней, ну, как бы, грубости, что ли, ошибки. Да, и вначале хотелось бы поговорить о наиболее грубых ошибках, вот, которые, в свою очередь, я разделил на ошибки по пропорциям, да, по перспективе и те, в которых и то, и другое. Но, понятное дело, что, на самом деле, конечно, если есть ошибка в пропорциях, то чаще всего она есть и в перспективе, да, потому что всё взаимосвязано, но, тем не менее, есть такие работы, в которых ошибка по пропорциям давлеет, как бы, она наиболее сильно бросается в глаза. Есть такие, в которых какие-то косяки в перспективе больше бросаются в глаза, даже, чем пропорции, хотя, естественно, пропорции при этом искажаются. Есть такие, где и то, и другое. Вот, и так вот, давайте мы с вами сейчас обсудим, какие бывают очевидные сложности с пропорциями. Ну, вот, собственно говоря, вот перед нами довольно типичный пример. Значит, посмотрите, что у нас кубик имеет ширину с высотой, да, то есть общие пропорции, которые мы мерим, когда мы его накидываем на глаз. Мы его не мерим сначала, мы на глаз его берём, как мы видим, но дальше мы начинаем это мерить. Но, в любом случае, с самого начала нам нужно обращать внимание на общие пропорции. Вот, а вот затем уже мы обращаем внимание на пропорции внутри этого размера. То есть мы сначала меряем, сначала мы меряем с вами общую высоту, да, вот, до крайней точки. От крайней точки до крайней точки, да. Вот, к общей ширине. К общей ширине. Вот это вот первый шаг, собственно говоря, так как это описывается в наших роликах по построению куба. А вот затем мы уже должны с вами измерить как раз-таки соотношение граней, соотношение плоскостей. Вот, именно в такой последовательности. То есть вначале мы должны с вами померить соотношение высоты к ширине, то есть самые общие пропорции. Это не только в кубике, но практически в любом объекте. Вот, должны вначале померить всегда самое большое. А вот затем уже должны померить внутри этого. Ну и вот это вот с этим вот должны померить. От самой высокой точки до вот этой точки и к оставшейся части также. Вот, но здесь вы видите, что очевидно у нас не хватает сбоку, но корениться не только в том, что вот просто грань, да, но это же на общие пропорции влияет. Поэтому получается, что если это исправлять, то нужно сначала перемерить общие пропорции, то есть ширину с высотой, их взять более верно. Ну и с другой стороны, конечно, очевидно, что при этом это надо добавлять вот с этой стороны. Да, вот сюда. Итак, давайте мы посмотрим дальше. Вот у нас аналогичный пример кубика. Здесь, правда, еще с перспективой тоже некая сложность, потому что первый момент, как бы мы не можем понять, не перевернут ли рисунок. Да, это почему? Это потому, что у нас вот с точки зрения перспективы здесь должно быть более раскрыто, да, чтобы все сходилось. Вот, но тем не менее, самый большой, конечно, здесь недостаток, это в пропорциях вот сразу хочется как минимум вот столько добавить, да, и сразу он от этого, в общем-то, приобретает более кубический вид. Ну, а здесь, конечно, надо немножко стесать, то есть, чтобы оно все-таки сходилось вот туда, куда-то вместе, в правую сторону вдаль, чтобы оно сходилось вместе. Вот такой вот мой пример интересный по-своему, да, даст, ну, такой более редкий, что ли. И здесь видите, как здесь внизу с пропорцией более-менее ничего, а вверху не хватает просто из-за того, что тут вертикаль, да, здесь наклонилась. То есть, стоит ее добавить, он сразу же значительно приобретает как бы большую достоверность. Хотя вот здесь тоже хочется пониже сделать, то есть, это, наверное, вот так вот. Вот, ну, конечно, дамы и господа, нам всем надо, и тут немножко, поменьше перспективы, нам всем, конечно, нужно обращать внимание на то, как мы фотографируем, да, здесь, наверное, подрезать все-таки, да, чуть-чуть. Потому что, конечно, не в этом только рисунки, а вообще во многих возникает проблема такая, что для того, чтобы с уверенностью на ошибки сказать, хотя они по-любому видны, но вроде как совесть не позволяет, если лист сфотографирован криво, как бы не позволяет, как бы тыкать носом, и хочется, чтобы человек сначала все-таки предоставил фотографию адекватную, да, не искаженную куда-то там в глубину, не знаю, там, вот как-нибудь в перспективу, да. Вот, ну, а, естественно, для того, кто эту фотографию предоставляет, ему, конечно, сложно, да, потому что если на мобильной фотографируешь так, чтобы все было четко, параллельно, края листа были параллельны краям кадра, это, конечно, надо очень сильно постараться, но, тем не менее, как бы вот это вот желательно. И, с другой стороны, хотелось бы, конечно, чтобы наши фотографии, да, они все-таки были более четкими, да, менее размытыми. Вот здесь вытянут. Какой пример, вот, если там у нас не хватало, да, в глубину, здесь наоборот, он очень сильно вытянут, очень сильно вытянут, то есть сразу же хочется вот что-то такое вот сделать. Ну, то есть как минимум вот что-то в этом ключе, там, может быть, лучше или хуже. Правда, здесь еще есть другой момент, что вертикали наклоняются, то есть еще и сфотографировано криво, да, вот, но, тем не менее, вот вертикали не должны наклоняться слишком сильно, и они никак не должны наклоняться внутрь, понимаете, то есть они могут, как бы, если мы показываем перспективу вниз, это одно, но если у нас вот все вот так вот, да, то это уже другое, да, вот так точно не должно быть. А перспективу вниз большой вопрос, на сколько ее надо показывать, но, во всяком случае, ее не надо показывать слишком сильно. Вот тоже пример вытянутости в глубину некоторой, да, но если мы правим, опять-таки, вот, важна правильная последовательность, то есть сначала нам надо измерить общие пропорции и ширину к высоте, ширину к высоте, а затем измерить уже пропорции внутри полученных габаритов. Вот, но, правда, здесь, конечно, еще хочется перспективу немножко сузить, да, чуть-чуть, да, вот эта точка чуть ниже, должна быть, а эта чуть-чуть выше. Но это мелочи по сравнению с пропорциями, да, поэтому получается, что пропорции, они все-таки важны, важны. Тем более, что мы, по сути, на таких заданиях учимся не кубик рисовать, а мы учимся более-менее ухватывать пропорции, да. Вот тоже пример удлинения некоего, да, вот, то есть сразу хочется как-то, ну, если не настолько, то хотя бы вот настолько отрезать, да, лишнее. Вот это все-таки много, да, а вот это... Ну, вот это, наверное, маловато, маловато, но, тем не менее, может быть, вот так как-то, да, такой вот примерно момент. Но тут, правда, может быть, еще вот что, он при этом немножко становится вытянутым. Вы знаете, вот здесь вот другая вот еще проблема, то есть общие пропорции тоже, мне кажется, немножко набраны, но тут еще вот это соотношение тоже его надо верно взять. То есть здесь, конечно, хочется добавить вот так вот, потому что если мы здесь подрезаем, да, слева, то у нас эта передняя плоскость становится очень вытянутой. Ну, как бы кубик, точнее, начинает выглядеть вытянутым. Почему? Потому что передняя плоскость взята вытянутой. Вот такой вот момент. То есть боковая... Передняя вытянута по вертикали, да, и сжата с боков. А боковая, она вытянута в глубину. И, соответственно, вот надо посмотреть, то есть нужно перемерить общие пропорции, безусловно, да. Вот. И, соответственно, выяснить, что там. А потом внутри этих общих пропорций понять, сколько мы отдаем вот этому, а сколько вот этому. То есть вот этот вот момент померить. Ну, и, конечно, хочется здесь немножко расширить, да. То есть такое ощущение, что... Это он станет более кубический. Ну, а здесь... Ну, а здесь, честно говоря, тоже хочется отрезать. То есть, наверное, и то, и другое. Поэтому надо вначале померить общие пропорции, да, чтобы мы их верно взяли по-любому. А дальше уже внутри этих пропорций решать, сколько отдать на боковые, сколько на фронтальные. Ну, вот достаточно тоже такой яркий очень какой-то пример. Вытянутости. Ну, тут, конечно, можем сказать, что и по перспективе тут есть некоторые косяки. То есть очень сильное сужение, как бы, да, явно, что нужно здесь добавлять. А здесь чуть-чуть поднять. Вот. Ну, и бумага, конечно, похожа на акварельную. Вот старайтесь рисовать всё-таки нагладкой. Почему? Потому что акварельная шершавица очень быстро. Если вы много переделываете, то будет грязь. Если это учебная работа, значит, как правило, много переделываешь. Вот. Поэтому нужно просто на акварельной рисовать, когда вы будете какую-то красивую графику уже выдавать, когда у вас будет минимум там правок каких-то, да, когда уже всё более-менее, как бы, легко ухватываешь. Вот немножко может быть излишний острый угол. Ну, и вот это вот сужение, конечно, да. То есть это хочется приподнять. Ну, давайте дальше посмотрим. Последний у нас пример. Ну, вот он немножко вытянут вот так вот, да, по ширине. Причём, ну, понимаете, как я правлю, конечно, согласно своим ощущениям, но могу и лишнее отрезать. Вот так. Так вот, получается, что правка всё-таки должна, ну, начинаться с ощущений, действительно. А дальше надо брать карандаш, мерить по натуре. Опять-таки, общие пропорции вначале. Вот. И потом надо мерить уже внутри этого. То есть соотношение сторон. Но если мы их правим, то мы общие пропорции не должны выпускать. То есть внешне, говорит, они должны меняться. Вот мы с вами немножко обсудили какие-то наиболее удачные примеры ошибок в пропорциях. Удачные, потому что они ярко выражены, да, их видно. Понимаете? То есть мы какие-то такие тонкости, скажем, ловить, мы их можем, но если мы постоянно тренируемся, если мы постепенно, как бы, сейчас ещё к этому идём, чтобы научиться ловить, то вначале хорошо обращать внимание на наиболее грубое, да, и ты за счёт этого ликвидируешь грубое, тебе становится легче сравнивать. И плюс ты в этот момент как прокачиваешься, то есть ты лучше начинаешь видеть вот эти два момента. Если соединить, то будет как раз хорошо. Давайте мы поблагодарим тех, кто предоставил нам эти работы. Спасибо вам за внимание, дамы и господа. Да, мы в следующих роликах поговорим уже о наиболее типичных ярких косяках по перспективе и косяках, когда и с пропорциями, и с перспективой всё не очень. Вот, а потом, если мы продолжим вот такие ролики, то мы обсудим средние и минимальные ошибки уже какие-то в построении кубика, и хотелось бы потом ещё обсудить призму, да, потому что призму всё-таки очень много сил у людей отнимает, если её пытаться построить нормально, поэтому нужно полезно вот какие-то косяки заранее проговорить. Спасибо вам за внимание, всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok